Средиземноморская улитка – это не только чистый белок, это икра, печень и муцин. Практически безотходное производство, но весьма трудоемкое. Все, что получают от половозрелой улитки, идет в дело. Кстати, муцин – слизь, которую вырабатывает улитка, богато полезными веществами, используется в косметологии, обладает омолаживающим эффектом. Впрочем, в основе все-таки продукт питания. С 2020 года разведение улиток и продажа продукции с улиточных ферм вошла в перечень сельскохозяйственной продукции. Соответственно, эти фермерские хозяйства могут получать государственную поддержку. Хотя мы сейчас находимся на ферме, которая, в принципе, никакой поддержки не получала. Это, как Кирилл Федулов, хозяин этой фермы, сказал, что это начало, это пока испытание. Фермер Кирилл Федулов, который занимается выращиванием улиток с мая этого года, известен как хозяин фермы «Шартомский страус». Решение разводить улиток пришло неспонтанно. По специальности Кирилл – повар. Жил долгое время в Европе и изучал французскую кухню. Мы однажды попробовали блюдо, называется такое эскарго, улитка по-бургундски. И с тех пор я понял, что мы хотим заниматься разведением именно улитки. Я вижу, что есть некий, так скажем, потенциал, потому что есть некий спрос у рестораторов, в первую очередь, на данный продукт. В планах сотрудничество с туристическими фермами и с рестораторами. Перерабатывать полученный продукт планируют непосредственно на ферме и отправлять в рестораны. Это своего рода опытный участок экоферма. Шесть соток заполнили двумя видами улиток средиземноморских. Хеликс Асперса Мюллер и Хеликс Асперса Максима. Сбор урожая продолжается. Рассчитывают на полторы тысячи килограммов. Впрочем, шуйские улитки в ресторан пока не отправятся. Мы, соответственно, отбираем некое количество улитки для репродукции в следующем году, чтобы получить нужное количество икры, малька и высадить его в наши поля. С гектара планируют получить до 3-5 тонн продукта. Для того, чтобы вырастить улитку, необходим специальный корм, щиты, на которых моллюски будут расти, питаться, система полива. Кирилл Федулов рассказал, как готовить улитку. Мы берем улитку, отвариваем ее, извлекаем из нее филе улитки. Раковину тем самым, так скажем, очищаем в содовом растворе. У нас получается тем самым такая готовая керамическая посуда. Мы подготавливаем специальный такой соус по-бургундски на основе сливочного масла, петрушки, чеснока. Добавляют белое сухое вино, соусом и филе заполняют раковину и помещают минут на 10 в духовку. Впрочем, этот бизнес в России все-таки в начальной стадии. Улитки, которые, можно сказать, в ресторанах, они обычно французские и приезжают в заморозки. Изо всех пошлин и всего остального это получается довольно-таки дорогой продукт, хотя по сути-то это продукт абсолютно базовый и крестьянский. По мнению ресторатора, все будет зависеть от покупательной способности населения. Что же касается традиции употребления, ивановцы готовы к открытиям. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС.